итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале fzone game сегодня мы с вами посетим один из проектов который открылся 5 сентября этого года в стадии о б т открытое бета-тестирование как гласит статья из группы вконтакте сегодня мы начинаем об это открытый бета-тест любой желающий может зайти и начать играть уже сейчас ну и соответственно этим мы с вами и займемся и так проект называется плати rp и расположен он на базе платформы alt v а начнем по традиции с меню персонализации нашего персонажа и не думайте что я сейчас просто так стою ничего не делаю просто я судорожно в этот момент ищу где же кнопка приблизить удалить или повернуть персонажа забегая вперед скажу что такой кнопки я не нашел я не говорю что ее нет может быть есть какая-то волшебная кнопка которая может все-таки повернуть персонажа но я ее не нашел персонаж изначально стоит к вам спиной почему не передом а вот хрен его знает почему вот таким вот образом приходится его кастомизировать оформление тоже оставляет желать лучшего нет технически сделано все хорошо есть плавность есть очень огромное количество ползунков но вот эстетика оставляет желать лучшего выполнено все вот таким вот образом ну и почему изначально не поставить персонажа поближе и развернуть его лицом я тоже наверное вот на это не отвечу опять же можно сказать что это же обт но я точно так же могу сказать но вы же его персонажа этого поставили почему сразу не поставить его по-человечески почему сразу же не сделать ползунок или кнопку или просто вывести на мышку поворот персонажа. Ну, не знаю. Опять будем прикрываться ОБТ. Ну что ж, ладно, заходим на проект. Вот точка появления. Это метрополитена. Одна из центральных станций метрополитена. Ну и так как я настраивал своего персонажа вдали и со спины, вот такой вот трансуха у меня получился. Ну что делать? Что смог накрутить, то смог. Значит будем играть вот таким вот педатрансуалом сексуалом, блин. Даже не выговорить такое слово. Ладно, выходим в жизнь, будем смотреть, что же за проект. Сразу же здесь на станции нас встречает бот. Надо сказать, что взаимодействие с ботом на самом деле, ну я бы сказал, даже не обязательно. Просто она повторяет, не повторяет, вернее говорит, что нам надо получить лицензию, устроиться на работу. В общем-то, такие банальности, которые и так, в общем-то, понятны. Поэтому вот. Ну а как выглядят менюшки, вы сейчас видите. Опять же таки, есть претензия к оформлению. Мелковато, ну ладно уж, терпимо. Не так уж сильно и мелко, но терпимо. Но оформление, конечно, такое себе. Выходим на поверхность, и здесь нас встречает точка аренды велосипедов. Ну это даже не аренда. Велосипеды на этом проекте даются просто так. Они вообще валяются по всему проекту, и в дальнейшем вы это увидите. Ну и надо сказать сразу же, что велосипед это такой себе вид транспорта. Ну давайте сначала про карту. Посмотрим, куда же нам надо ехать. Оформление карты тоже очень уныленькое. Как вы можете заметить, все в серо-белых тонах. Нету никакой цветовой гаммы. Ничего не подразделяется. Все в одном вот таком вот монотонном виде. Такое себе, опять же таки, решение. Не могу сказать, что уж очень это плохо, но и не очень это симпатично. Как-то уже есть такое привыкание, что ли, различать иконки по цветам. Мы уже знаем, да, что там зеленый домик свободный, красный домик занятый. Здесь же все вот в таком вот виде. Ну ладно, едем в мэрию на том самом велосипеде, который нам предоставляют. И тут хотелось бы поговорить. Вот я всегда говорю, что администрация, разработчики не тестируют свои произведения искусств, да, свои проекты. Вот вы попробуйте покататься часами вот на таком драндубасе, блин. Сам администратор-то тэпается. Он тэпается здесь по всей карте. Тэпает себе машины, мотоциклы. Это я вам потом еще покажу. А вот игроков заставляют гонять вот на таком драндубасе, блин. Который едет, ну, километров 50 в лучшем случае. А гонять вам придется на нем очень и очень долго. Это к тому, что проект не тестировался. И опять все это сгромождено на плечи игрока. Заходите, тестируйте, отписывайтесь. Ну, а мы, может быть, будем принимать какие-то меры. Ну, такое себе решение. На самом деле это уже поднадоело. Ну, и вот мы добрались до мэрии. Посмотрите еще одно решение, как можно не заморачиваться и обыграть ситуацию с интерьерами, да. Мэрии как таковой здесь нету. Здесь есть вот такой бот, который говорит, что мэрия переехала, потому что у них ремонт. Ну, это вот выход из положения, да, чтобы не заморачиваться с интерьерами, чтобы не заказывать свои какие-то интерьеры, не скачивать, не пилить свои интерьеры. Просто можно вот так вот обыграть эту ситуацию. Опять, ну, вот такое себе решение. Ну, такое себе. Серьезно. Выглядит это, ну, совсем не антуражно, не интересно, ну, и некрасиво. Но это, повторюсь, решение, как можно по дешевке сделать проектик. Вот так можно сделать по дешману. Ставим бота, прописываем ему, что здесь ремонт, ну и все. В общем-то, здесь же у этого бота, который стоит среди строительного материала, мы получаем паспорт. Вот так вот авторы выкрутились из ситуации, чтобы не заказывать себе какие-то интересные интерьеры, не пилить самим эти интерьеры, если умеете, например. Вот таким вот образом обыграна данная ситуация. Такое себе, еще раз скажу, такое себе решение. Ну, ладно, мы получаем паспорт, ну, и паспорт выглядит вот таким вот образом. И, в принципе, симпатично и достаточно крупно. Можете заметить, что там же внизу прописаны и военный билет, и медицинская справка, и еще категории А, Б, С, там, ну и так далее. Но на проекте нету голосового чата. Все надо прописывать в чате через букву Т. Как это будет здесь отыгрываться, вот хрен его знает. Это какой-то, на мой взгляд, откат в каменный век. Давайте возвращаться к чату. Далее же достаем телефон. Он достается кнопкой-стрелочкой вверх. Ну, а выглядит он, как вы сейчас видите. То ли планшет, то ли телефон, то ли смесь планшета и телефон. Не знаю. Оформление мне крайне не нравится. Мне вообще по всему проекту не нравится оформление. Оно вот такое, как вы сейчас видите. Технически сделано хорошо. А вот оформление, ну, я не могу. Мне это не нравится. Это какая-то доисторическая хрень, если честно. Ну, наверное, это уже вкусовщина. Кому что? Ну, я уверен, что найдутся люди, которым вот такое вот оформление, такой дизайн зайдет. Мне же, например, ну, совсем не нравится. Причем цветовая гамма подобрана хорошо, приятно читается. Но все равно оформление какое-то как детское, что ли, не знаю. Некрасиво. Некрасиво. Ну, и ладно. Выдвигаемся в мир. Будем пробовать какие-то рабочие занятия. А добираться на какое-либо рабочее занятие вам придется вот на этом велодрынчике, который ездит, ну, совсем не быстро. Это опять отсыл к тому, что, ну, на мой взгляд, проект не тестился. Если бы автор сам попробовал поездить на этом велосипеде часами по своему произведению, по своему проекту, я думаю, он бы отказался от такой затеей. Но я уверен, что этот проект не тестировался. И как доказательство будут следующие приведенные рабочие занятия. А уж там смотрите и делайте выборы, выводы сами. Таким образом, здесь есть много рабочих занятий. Одно из них – архитектор. Казалось бы, новое, что-то новенькое, интересное. Да, но я же сказал, что есть дешевый способ, как сделать проект не похожий на всех и не затрачиваясь на этом. И вот как раз этот проект – это и есть такое наглядное пособие, как это можно сделать. Ну, ладно, давайте смотреть все своими глазами. Итак, профессия – архитектор. Едем на нее. Расположено это вот в таком вот месте. Очень что-то напоминает, какое отношение имеет к архитектуре. Ну, хрен его знает. Строительная площадка, в общем, вагончик стоит какой-то бот. Взаимодействуем с ним. И далее мы видим интереснейшее решение, которое тоже не требует ни каких-то скриптов, ну, вообще ничего не требует. Просто для игрока открывается редактор. Редактор ГТАшки, в котором, в общем-то, наверное, разработчики и строили этот проект. Теперь он доступен для игрока, который вот устраивается на эту рабочую специальность архитектора. Какие же здесь есть загвоздки? Помимо того, что это рабочее занятие не требует вообще никаких вложений. Просто дается доступ для игрока в редактор. Вот и все. Занимайся, сиди, ковыряйся. Никак это не оплачивается. В инструкции в группе ВКонтакте я прочитал, что вы можете создать какой-нибудь интерьер. Этот интерьер надо отправить на рассмотрение администрации. Если администрации понравится, она его выставит и вы... или она вам даст денег за него, или вы его продадите, этот интерьер свой, какому-то игроку. Хотя кому он нужен, бог его знает. Не знаю, серьезно. Не знаю, кто будет покупать у вас интерьер. Не знаю. Это надо смотреть, это надо играть, в это влезать не будем. Но по управлению это полная задница. Вот действительно полная задница. Как управляется, я лично не разобрался. Поэтому вот в уголке здесь будет заставочка, как там человек показывает, как это надо делать. Потому что сам я не разобрался. Клавиши управления это полная жесть просто. Нет, я не говорю, что невозможно этим управлять. Но если вы захотите этим позаниматься, вам нужно, не знаю, на листочке где-то сделать скриншот, или на листочке выписать все клавиши управления, заучить их. Ну вот, если честно, не знаю, кто захочет этим заниматься. При том, при всем, что в итоге-то вы даже и не заработаете ничего, как результат. Но если вам интересно поковыряться в редакторе, если вы не хотите, например, скачать просто редактор для GTA-шки, и вы просто там все на компьютере поковыряться, а хотите это сделать в игре, то вы можете вот в этом редакторе посидеть, поковыряться, что-то там потолкать. Я, если честно, не разобрался. Да и желание у меня разбираться в управлении этого редактора вообще никакого. Очень все сложно сделано, просто заморочено так, что ну невозможно. Если вы, еще раз скажу, захотите заморочиться вот на это изучение управления, а здесь надо каждую деталь копировать, вставлять, там переходить, ой, там кошмар полный. В общем, ну тогда вот можете зайти на проект и попробовать себя в качестве архитектора. Вот такое вот интересное задание. Занятие строителя, архитектора, не знаю, назовите это как хотите. Но мне кажется, что это очередной бред, вот серьезный бред. Это можно было бы, например, так же сделать на проектах армы. В армии уже встроенный редактор. Тоже просто дать игроку, сиди вон, ковыряйся там нахрен, будешь архитектором. Нет, на мой взгляд, какая-то ерунда. Но уж принимайте решение сами, заходите, попробуйте. Вдруг кому-то и понравится. Вот такое вот занятие, которое не требует практически никаких вложений, скриптографии, маппинга. Да ничего это не требует. Просто открываете для игрока редактор. Пускай сидит, ковыряется. Новое рабочее занятие. Ну а я с этого рабочего занятия сваливаю и продолжаю свое путешествие по этому проекту до следующей точки занятости. А ехать до следующей точки занятости придется на велосипеде. Но тут я должен уточнить, что на проекте есть сдача на права, но транспорт продается без прав. То есть вы можете зайти и купить себе какой-нибудь мотоцикл. В принципе денег, с которыми вы заходите на проект, тысяча. Ее вполне хватит. Вообще экономика, ну опять же таки, если я сейчас скажу, что экономика конченая, скорее всего скажут, ну это же ОБТ, поэтому все еще будет настраиваться. Но экономика, я скажу, конченая. Здесь заработки по одному, по два, по три доллара. А транспорт стоит, например, 800 долларов. Так что можете сами считать, сколько это будет стоить. Дома вообще за какие-то запредельные деньги. Ну да-да, конечно же, это ОБТ. Но тем не менее, мы едем на следующее рабочее занятие, которое называется алхимик. И тут опа, надо что-то новенькое. Но та самая алхимическая лаборатория располагается в швейной фабрике. В той самой швейной фабрике, которая участвует в синглплеерной версии игры. Как я сказал, заморачиваться по поводу своих интерьеров или подбора каких-то интересных интерьеров. Здесь не намерены, видимо, разработчики. Просто втыкают рабочие занятия туда, куда есть. Если нету места, просто ставится бот на улице. Как я и сказал в самом начале, такой дешевый способ сделать проект, отличающийся от всех, без каких-либо вложений. Даже, видимо, без вложений усилий. Итак, мы на швейной фабрике. Что же из себя представляет работа алхимика? А вот то, что вы сейчас видите. Перед вами есть вот такая вот таблица с названиями. И что же вам надо делать? А вам надо тыркать по очереди на все эти названия. Если вы, например, выбираете там вода, то начинаете тыкать вода и рядом какое-нибудь название вода и следующее название вода. И вот так вот надо протыкать все названия поочередно. Потом переходите на следующее название. И таким образом вам надо протыкать абсолютно все названия. Вот вода, там воздух, огонь, пар, пыль. Все это надо протыкать. То есть выбираете сначала одно название и начинаете. Вода, воздух, вода, огонь, вода, 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 пар, вода, пыль. Вот так по очереди. Если вы угадали, то загорается новое название. Там, например, гейзер или озеро. И вы опять выбираете следующее слово. Воздух, воздух, земля, воздух, огонь, воздух, вода, воздух, пыль, воздух, пар, воздух, гейзер. Открывается что-то новое. Вы берете следующее слово. Например, огонь, и начинаете. Огонь, земля, огонь, воздух, огонь, вода, огонь, пыль, огонь, пар. И так, короче, до посинения. Вот такая вот работа алхимика. Ну, а про исполнение, вот это эстетическое красивое исполнение, антуражность происходящего в швейной мастерской даже и говорить не хочется. Все выполнено, но просто божественно красиво. И главное, так захватывающе, что мне было не остановиться. Вот такое вот интересное занятие, которое, как я уже и говорил, да, не требует даже скриптов. Ну, вот такой вот дешевый способ создать свой проект, не прибегая к познаниям компьютерной техники, скриптов, мэппинга, ну и тому подобное. Просто делаем вот такую вот, опять же таки, на мой взгляд, ну чушь полнейшая. Ну, полнейшая чушь. Не знаю, опять, это мое мнение. Если вам нравится то, что вы сейчас видите, проект ВОБТ, как написано в статье в группе ВКонтакте, вы можете зайти и начать свою игру. То есть, не тестировать, а начать свою игру. Заходите, играйте. Вот такие вот замечательные есть здесь рабочие занятия. Я уже даже не говорю про какой-то там одежду. Да какой одежде идет речь? Никаких костюмов и одежды на этом проекте, наверное, и не будет. Здесь вот так вот все выглядит. В общем, вот такое вот рабочее занятие, на котором я не хочу тратить много времени. И мы переходим на следующее рабочее занятие. Но надо сказать, что вот на этом вот алхимическом предприятии креативность разработчиков-то на самом деле закончилась. Дальше пойдут банальные скрипты точка А, точка Б. И один из них это работа на автобусе. Как это выполнено, вы сейчас видите. Опять никаких интерьеров. Просто стоит на улице Бот. Все очень дешево, доступно и сердито. Обходим с другой стороны. Стоит стандартный автобусик. На нем-то нам и предстоит ездить. За каждую остановку платится 1 доллар. По кругу где-то порядка 30 остановок. Вот считайте сами. Цену, например, на мотоцикл я вам назвал. И в конце, наверное, покажу, сколько стоят здесь машины. Ну и вообще, в принципе, транспорт. Ну и вот такая вот работа. Не думаю, что кого-то из вас это удивит и заинтересует. Поэтому очень быстренько переходим на следующее рабочее занятие. А это будет работа гонщика. Ну не знаю, работа это или просто какое-то занятие. Ну в общем, работа гонщика. Вот так вот это называется, по крайней мере, в менюшке, которая всплывает. Фиксированной оплаты здесь нету. Ну а выглядит все вот таким вот образом. Вокруг разбросаны машины. Выбирай любую. Дальше заходим в планшет. В планшете есть параграф, гласящий о том, что на проекте есть или нет гонок. Ну вот я когда нажал на эту вкладку, гонок не было. Написано ждите. Ждал я, наверное, минут пять. Да, действительно, через какое-то время проверяем планшет. Да, есть гонки. Выбираем гонку. Ну и дальше вот то, что вы сейчас видите. В общем-то, вот и вся гонка. Так как народу на проекте полтора человека, поэтому состязаться мне было не с кем. Да и в какой момент начинается гонка, тоже абсолютно непонятно. Может быть, заметили, что у меня гонка началась, когда я уже ехал по маршруту. Ну и сам маршрут сделал, я бы сказал, через задницу. Когда вы подлетаете к какому-либо маркеру, хрен его знает, в какую сторону следующий поворот. Я несколько раз пролетел мимо. Но откуда же мне знать, что следующий будет поворот, например, направо или налево или прямо. Абсолютно никакой информации нету. А маршрут идет от точки А до точки Б. Точка А, точка Б. Вот так вот, как вы сейчас это видите. Ну и по завершению, как бы я соревновался сам с собой, видимо. В общем-то, ничего мне не заплатили. Просто покатался и покатался. Но зато можно этой машиной воспользоваться. И про машины. Все машины, все велосипеды, все-все-все на проекте валяются там, где вы их оставите. Ну и в дальнейшем мы это еще увидим. На этой же машине я поехал и на следующее рабочее занятие. Так как ждать по несколько минут этих гонок и потом 2 минуты ехать такое себе занятие на самом деле. Но это надо смотреть, если будет онлайн. Без онлайна. Да и вообще это на самом деле неинтересно. Ладно, передвигаемся дальше и следующее занятие называется работа грузчика. Но грузить ничего мы не будем. Звучит странно, я понимаю, но вот так оно здесь есть. Сама локация выглядит вот таким вот образом. Здесь стоит вот, естественно, никаких интерьеров, ничего нету, никакой формы вам не дадут. Просто устраиваемся, подходим, берем машину и поехали. Пробеги порядка 6-8 километров. В одну точку столько же, естественно, в другую. Ездить надо точка А, точка Б, точка А, точка Б. Как я и сказал, креативность даже та, какая она была в самом начале, да, покидывала разработчиков и пошли банальные скрипты. Сама себе работа неинтересная. Но по пути на первую точку я заметил вот такую вот конструкцию. Что это за хрень, я не знаю. То есть я знаю. В дальнейшем я узнал. Но пока мы вот едем на этой машине, на точку доставки или загрузки, уж там хрен его знает. По-моему, это доставка. Попробуйте отгадать, что это за конструкция, для чего она вообще нужна на этом проекте. Ну, а мы следуем дальше. По прибытию на место выглядит это вот таким вот образом. Да, видите, стоит оранжевый маркер. Я крутился и вертелся на этом оранжевом маркере. Я не понимаю, где он. Он стоит вообще посреди дома какого-то. Но его нигде нету. Я выбежал. Кстати, когда вы выбегаете, дается всего одна минута, чтобы вернуться обратно в транспорт. Иначе рабочее занятие закончится. Я бегал, прыгал по крышам. В какой момент мне засчитало, за что засчитало, я вот до сих пор хоть убейте, не понимаю. Я два раза выходил из машины и в какой-то момент я что-то, видимо, где-то зацепил или куда-то наступил, я не знаю, в говно, видимо. Но мне засчиталось эта точка и проложился обратный маршрут. Маршрут в порт. Ну, естественно, туда я не поехал. То есть, я всегда говорю и бомблю на то, что, ну, этим заниматься не стоит. Точка А, точка Б по 8, 10, 12 километров, ну, его в задницу. Ну, и поэтому же на обратном пути, доезжая вот до этой вот разноцветной кишки, я бросил этот грузовик. Здесь, видите, сверху написано там, например, рабочее занятие, да, и есть вопросительный знак и крестик. Нажимаете крестик и все, вы уволены. Вы больше не работаете. Ну, и я заинтересовался, что это за конструкция. И вот пришло время, так сказать, раскрыть карты. Что же это за хрень? А это, друзья мои, автошкола. Вот таким вот образом здесь надо сдавать на права. Права здесь сдаются категории А и категории Б, то есть мотоцикл и легковой транспорт. Как сдаются грузовики, я даже боюсь предположить, как это будет сделано. Но вот таким вот образом здесь устроена автошкола. Чтобы сдать на права, надо поехать по этой трубе. Если вы на мотоцикле, то поворачивайте налево, где-то там, я не знаю где. Если на машине, то поворачивайте направо. У мотоцикла, по-моему, зеленый маркер где-то там должен быть, а у машины синий маркер где-то там должен быть. Но машины здесь вам не дадут. Ну, нету машин. Просто нету. Автошкола написана в менюшке машины не дает. Сдавать надо либо на своей, а потом я покажу цены на свои машины, либо на каршеринговой. Но каршеринга еще нету. Так как на проекте нету голосового чата, мы в каменном веке, мы переписывали здесь с администратором. Он-то и написал мне, что ну нету здесь еще каршеринга. И начал тэпать машины. Вот почему я говорил, что он тэпается по всему проекту, тэпает машины, мотоциклы. Вот таким вот образом. Нет бы, чтобы самому побегать и потестить свое творение. Но сдать вот здесь на права, я не знаю, каким образом это надо делать. Как это сделать? Я хрен его знаю. Серьезно. Какая-то шняга очередная, вот наподобие той самого креативности архитектора, да, также креативно подошли к алхимику. Ну и вот еще одна креативная фишка этого проекта. Это вот сдача на права в какой-то сумасшедшей трубе. Причем вылетая с этой трубы, ты сразу же умираешь. А медиков нету. И голосового чата нету. И ты сразу же тэпаешься в больницу. Вот такая вот чехарня творится здесь с сдачей на права. На некоторых проектах я поднимал этот вопрос и говорил, какие, например, системы по сдаче права, вам нравятся. Есть разные, но вот такой у чехарни я не видел вообще ни на одном проекте. Это действительно чушь собачья. И ладно бы, если бы были машины у игрока, да, ты заходишь, тебе дают машину. Или доступна машина какая-то. Или вы ввели уже этот сраный кардшеринг, который должен находиться где-то здесь, во-первых. Но нету возможности никакой. Да, можно купить машину и без прав. Да. Но что вот это за сдача на экзамены? Что это за сдача? Тупее системы я еще не видел. Серьезно. Вот самое тупое, что я видел на всех проектах, а я их обошел уже огромное количество. Ну вот такая вот сдача на экзамены на категорию А и Б вот на этом вот проекте. Не знаю, оставится ли она и в дальнейшем, но я думаю это... Да и как весь проект, и так и вот эта вот система сдача экзаменов, это неиграбельно. Это неиграбельно. Ну и откиснув в очередной раз, я решил завершить эту идиотскую сдачу на экзамен водительских категорий. Что мне понравилось, что там стоял админ, но он даже не парился по поводу того, чтобы поднять на месте, как-то помочь может. Нет, даже не парился. Ты после смерти тэпаешься вот в такую вот разбитую больницу, ну и все. Дальше можешь бежать пешком опять на то место и пробовать еще раз сдать экзамен. А админ стоит и тэпает себе машины. Какая-то херня, вот если честно, творится на этом проекте. Ну ладно, давайте посмотрим, что еще есть из рабочих занятий и вообще на этом проекте. Ну а осталось посмотреть-то совсем немного. Следующее занятие это работа эвакуаторщика, которую мы посмотрим. Ну а выглядит это вот таким вот образом. Подъезжаем просто на какое-то место на улице. Здесь же есть дом, здесь же можно устроиться на работу водителя автобуса, здесь же можно устроиться на работу водителя такси и здесь же можно устроиться на работу эвакуаторщика. Но только устроиться, а бежать-то вам придется совсем в другую точку, куда бы вы не устроились. Либо на вокзал, либо в таксомоторный парк, который вообще отсюда находится хрен знает где. Зачем здесь стоит бот, я не знаю. Вот действительно не знаю. Ну и выглядит это вот таким вот идиотским образом. Ну ладно, берем работу водителя эвакуатора и бежим на точку, где она на самом деле расположена. Слава богу, что точка работы эвакуаторщика находилась не так далеко. Буквально в следующем квартале. В отличие например от работы таксиста, где вам придется пробежать пол карты от этого места. А расположена здесь работа такси в стандартном месте. И даже показывать ее не буду. Абсолютно стандартный скрипт. Абсолютно. Даже по-моему недоделанный. Ну показывать его даже и не буду. Ну а работа эвакуаторщика выглядит вот таким вот образом. Подобную работу я уже видел. И по-моему на проекте Drive там по-моему такая же была работа. В общем-то среди всего того, что я уже показал, это самая более-менее интересная работа. Но вот только она вообще никак не оплачивается. Вы можете заметить, тут я буду сейчас возить машины, но сумма очень мелкая по центру экрана, с самого внизу написана сумма моих денег. Вот она никак не увеличивается. Может быть здесь есть какой-то Payday, я не знаю. Но я возил машины и ничего по деньгам у меня не изменилось. Не знаю почему. И второе, это мы возим машины, которые и так валяются на проекте. Так, например, ту машину, которую я бросил рядом с кишкой сдачи экзаменов, я же за ней приехал, я же ее отбуксировал. Вот в это вот самое место, где я ее и брал. И так люди бросают машину, вот гоночные машины люди бросают, и за ними надо ездить. То есть, если мы придем, например, вдвоем, один устроится работать на работу, которая называется грузчик, да, но там ничего не грузишь, там ездишь на машинке, а второй устроится, например, на эвакуатор, то один может устраиваться на работу, выезжать, бросать машину, увольняться, садиться в следующую, выезжать, бросать машину, увольняться, а эвакуаторщик может просто подъезжать и забирать их, подъезжать и забирать их. Ну, какая-то, не то, что даже недоработка, просто не продумано вообще никак, вот просто вообще никак. То есть, моя работа зависит от того, сколько людей побросают свой транспорт на улице, просто так. Вот как я бросил свою машину, вот надо, чтобы так люди постоянно делали. Тогда у меня будет занятость. Если люди так не будут делать, что я буду возить, а я говорил, да, что здесь все машины остаются там, где вы их бросите. Велосипеды, машины, все будет стоять там, где вы их бросите. Причем, я играл, наверное, часа три, вот эту машину, которую я привез, тоже столько же времени там и валялось. И если вы заметили, когда я заезжал на работу грузчика, там стояла моя зеленая машина, а прошло времени уже, хрен его знает сколько. Она так там и стоит. Это все очень сильно нагружает сервер. И как это будет в дальнейшем, я не знаю. Но надо сказать, что несмотря на то, что это платформа Alt-V, стабильности здесь и не пахнет. Сервер подлагивает, сервер поддергивается, есть микрофризы и очень долгая прогрузка текстур. Это, наверное, даже можно заметить на видео. Очень долго погружаются. Вообще, очень и очень нестабильный сервер, несмотря на то, что они находятся на, наверное, самой стабильной платформе. Ну, а больше на этом проекте мне показать действительно нечего. Все, что смог, я показал. Единственное, чтобы увидеть, какие здесь цены, какие автомобили, ну и как выглядит автосалон, зайдем в него и посмотрим. Ну, и вот сам автосалон. Цены смотрите сами, да. Вы можете посмотреть, сколько я смог заработать за то время, которое провел на этом проекте. При заходе у меня была ровно тысяча. Ну, и смотрите, сколько сейчас. А по завершению съемок у меня было тысяча сорок шесть долларов. То есть, за все это время мне удалось заработать всего лишь сорок шесть долларов. Ну, судите сами. Судите сами, потому что любители хардкора, дохрена, те, кто ненавидит хардкор, дохрена, так что думайте сами. Мне, например, это не понравилось совсем. И это опять-таки подчеркивает и доказывает то, что проект не тестировался. Если бы разработчики сами побегали, поигрались, попробовали заработать себе какие-то деньги, они бы, наверное, поняли, что за такое время сорок шесть долларов это хрень собачья. Это я еще не покупал ни одежды, я хожу голым, как вы можете заметить, не покупал еды, вообще ничего не покупал, даже не заправлял транспорт. Я вообще никаких затрат не делал. Вот это чистый заработок. Сорок шесть долларов. Ну, судите сами. Ну, а что говорить про магазин? Вот так вот он выполнен. В принципе, единственный, наверное, интерьер вообще на всем проекте это вот этот вот такой светлый. Не новый, но хотя бы вот на этом проекте этот интерьер просто вот как бельмо, да, он единственный. Больше здесь и смотреть-то не на что. Вот такой вот автосалончик, вот такой вот интерьерчик выбран, ну, а машины сделаны вот так. Опять, технически претензий нет. Есть и плавность, есть интересное решение по цветам, да, тянем ползунок право-влево, цвета меняются. Есть плавность движения, все есть, но оформление, вот как всегда, как будто делал ребенок какой-то, не знаю, очень все не симпатично, не красиво, но здесь выведен ползунок для того, чтобы крутить, в отличие от меню персонализации, где такого ползунка не было. То ли забыли, то ли хреном узнать, что это такое. Но машинки крутить можно, а в меню персонализации персонаж стоит жопой к экрану и делает, что хочешь с ним. Ну, в общем, вот такое вот меню, такие вот машинки. Все показывать не буду, машин много, транспорта вообще на проекте много, я себе приобрел вот за 800 с чем-то там, с копейками долларов, вот такой вот трехколесный аппаратик. Кстати, прикольная техника, действительно прикольная. Не видел такого, понравилось, поездил, здорово себя ведет, очень приятная техника. Ну, и, в общем-то, наверное, на этом будем заканчивать. Данный проект открыт, как гласит статья, он в УБТ, но вы можете зайти и начать свою игру. Если вам понравился данный проект, заходите, играйте, тестируйте, ну, или делайте еще что-нибудь, что можно делать на этом проекте. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok